Семейные ценности Но в весьма специфическом контексте Так что если вы верите в любовь до гроба В принцев с конями, в розовых пони И в прочие сказки Лучше пропустить этот выпуск Чтобы не рушить собственные иллюзии В эфире программа опасных для жизни С вами Михаил Елисеев Здравствуйте А сегодня наша мама отправляется в полет Потому что наша мама каждый вечер водку жрет Думаю, если бы Сергей Михалков Жил в наше время в одной из апатитских малосемеек То этот знаменитый эпизод Его стихотворения под названием «А что у вас?» Звучал бы именно так На минувшей неделе в апатитских общагах Случился настоящий массовый падеж людей А падали они, как нетрудно догадаться, из окон Женщина, которую вы видите на своих экранах Вывалилась из окна третьего этажа Патрульные, прибывшие к месту происшествия Нашли ее на задворках дома номер 19 По улице Жемчужной Рядом с помойкой Пострадавшая едва шевелила языком И не могла говорить А просить ее в тот вечер так и не удалось Потому что женщина была в стельку пьяна Когда реанимационная бригада увезла Жертву неудачного приземления в больницу Полицейские отправились в малосемейку И нашли там хозяина квартиры Тоже нетрезвого Картину случившегося помогли Восстановить обитателей комнаты через стенку Они рассказали, что в тот вечер Выпивали вместе с соседом После очередного тоста сосед вышел в коридор Вернулся обратно и радостно сообщил Что нашел у себя под дверью пьяную даму Которая, вот незадача Успела еще и обмочиться Мужчина запер ее у себя в квартире И велел ей принять душ А сам вернулся к собутыльникам Похвастаться, что у него сегодня будет романтический вечер Чем закончилась романтика, вы уже знаете Полетом из окна Женщину госпитализировали в травматологическое отделение Врачи оценивают ее состояние как тяжелое Перелом позвоночника – это не шутка Полицейские разбираются в обстоятельствах случившегося С лестницы ответил Вова Мама пьет, ну что ж такого Вот у нас разнообразно Папа маму лупит плазмой Это я, разумеется, снова перефразирую Известного советского поэта И снова о высоких отношениях На этот раз в семье В практике полицейских патрульно-постовой службы Вызовы на семейные скандалы и дебоши Занимают приоритетное место Очень любят наши сограждане Сначала выплеснуть друг на друга свои эмоции А потом позвать на помощь Вы ж полиция, вот и разбирайтесь Эту даму, например, избил собственный муж По ее словам, уже не в первый раз У них четверо детей Женщина беременна пятым ребенком Ей хватило мужества подать заявление на развод Но не хватило сил выгнать дебошира из дома Так и живут Наш самый гуманный в мире суд К слову, дал паре аж целых три месяца на примирение И раньше, чем они истекут Приходить за решением запретил Интересно, а если за это время Пьяный супруг попросту прирежет Свою вторую половину В судейском корпусе хоть кто-нибудь икнет? А вот и обещанная плазма Это уже другой дом и другая семья Здесь нетрезвый муж избил и выбросил из квартиры жену Но не одну, а вместе с телевизором После чего спокойно лег спать Расстроенная женщина написала на него заявление в полицию Проводится проверка А теперь короткий дайджест Обзор самых необычных преступлений и происшествий Случившихся в минувшие выходные в Апатитах Акировских Умеют же наши люди мыслить нестандартными категориями В гаражном кооперативе, расположенном в Красной деревне Какие-то умельцы оставили один из боксов без гаражных ворот Приехали, отпилили их, судя по всему, болгаркой Забрали и увезли Владелец бокса написал заявление Полицейские ищут воришек Поражает размах этой спецоперации Никак не сопоставимый с ее результатом Ведь на себе и в одиночку ворота не унесешь Нужна техника, нужны помощники, нужно время Между тем, цена бывших в употреблении ворот На сайтах объявлений 6 тысяч рублей Хотя, может быть, это украдено и продают Тогда еще более непонятно И еще одна зарисовка из цикла «Нарочно не придумаешь» В полицию обратился представитель подрядной организации Зарегистрированный в Сочи Сейчас этот подрядчик выполняет работы на кировских объектах Один из сотрудников фирмы взял служебный автомобиль Якобы для ремонта Пообещал, что починить его А сам исчез с концами и ушел в запой И машину, и работника объявили в розыск В нетрезвом виде, за рулем той самой машины Его и задержали Не знаю, как мужчина будет договариваться с работодателем А вот право управления транспортными средствами Он, можно сказать, уже гарантированно лишился И в завершении выпуска объявление В ночь с 23 на 24 марта Один из местных жуликов обчистил павильон Агрофирмы «Индустрия» на проспекте Сидоренко Он украл оттуда 12 тысяч рублей, а также товар Сейчас злоумышленник задержан за совершение другого преступления И находится под арестом Известно, что в ту ночь его видели Если вы стали свидетелем этого преступления Пожалуйста, позвоните по номеру телефона Который сейчас появится на ваших экранах А у меня на этом все Увидимся через неделю Всего доброго Берегите себя Редактор субтитров А.Семкин